В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном состоялся рейд по проверке качества ремонта и дезинфекции подъездов многоквартирных домов. В принципе мы остались довольны. Конечно есть к чему стремиться. Замечания наш МУК получил и будут отрабатывать. В жилом комплексе пригород Лесное открылся участковый пункт полиции. Один из принципов деятельности органов внутренних дел в целом полиция это открытость для нашего населения. Ну и безусловно доступность. Литературное объединение имени Шкулева отметило 65 день рождения. Ник у нас выходит много. Вот только в этом году наверное вышло 5 или 6 только авторских сборников. В Видном состоялся рейд по проверке качества ремонта и дезинфекции подъездов многоквартирных домов. В нем приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, управляющей компанией и госжилинспекции. Подробнее в нашем сюжете. В прошлом году подмосковная госжилинспекция запустила новое мобильное приложение для управляющих компаний. Зимой коммунальщики фиксировали в нем устранение снежных навесов на кровле и козырьках подъездов. Это приложение помогает в первую очередь госжилинспекции и администрации области мониторить состояние многоквартирных домов в онлайн режиме. И принимать какие-то решения по устранению каких-то недостатков, недочетов. И давать указания уже ОМСУ, рекомендации по устранению этих замечаний. Сегодня чек-лист с заданиями расширили. Теперь в приложении контролируется уборка и ремонт мест общего пользования. А также особая категория на данный момент – дезинфекция подъездов. Запах животных не перебивает даже запах хлорки или вещества, корсодержащего вещества, как в дезинфекции. Я так понимаю, корсодержащего вещества, но даже не перебивает. Значит, нужно более тщательно обрабатывать это в помещении. В начале лета представители госжилинспекции посещали дома 3, 5 и 42 по проспекту Ленинского комсомола и внесли ряд предложений по улучшению их содержания. После собрания с жителями и определения перечня приоритетных работ сотрудники управляющей компании приступили к ремонту. Сейчас на проспекте Ленинского комсомола 3 и 42 подъезды полностью отремонтированы. В пятом доме работы закончат на следующей неделе. На сегодняшний момент мы прошли 3 квартирных дома, посмотрели состояние, оно удовлетворительное. Управляющая организация МУП Ленинского района работает очень интенсивно в этом приложении, отрабатывает практически 98-100% ежедневно. В принципе, мы остались довольны. Конечно, есть к чему стремиться. Замечания наш МУП получил и будут отрабатывать. Стоит отметить, что сейчас в Ленинском городском округе ведутся ремонтные работы в домах по 14 адресам. Школьная 81, там очень большой масштаб работ проводимых. Советская 28 сейчас в работе и там по развилке несколько адресов. Как рассказал генеральный директор УК ЖКХ Михаил Соломатин, уже согласован план ремонтных работ на следующий год. В него вошли более 20 многоквартирных домов. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В жилом комплексе «Пригород Лесное» открылся участковый пункт полиции. В микрорайоне, где построено уже более 72 тысяч квартир, такая необходимость назрела давно. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Полицейские стали ближе. Это факт, с которым трудно поспорить. Люди привыкли, что в случае виды они могут набрать номер 112 и стражи порядка обязательно придут на помощь. Один за другим открываются и участковые пункты полиции, сотрудники которых следят за безопасностью веренного им района. Такой пункт сегодня появился в стремительно развивающемся микрорайоне «Пригород Лесное». Участковый пункт полиции номер 10 имеет три просторных помещения. В каждом из них есть рабочее место, оснащенное всей необходимой оргтехникой. Два санузла, в одном даже установлена душевая. Комната отдыха, где можно перекусить. Один из принципов деятельности органов внутренних дел в целом полиция – это открытость для нашего населения, ну и безусловно доступность. И открытие очередного пункта полиции на территории именно нового микрорайона, заселяющегося микрорайона, доступность наших жителей до участкового, до полиции, своевременность и правильность реагирования на местах именно здесь, в микрорайоне. Я считаю, что это будет оценено нашими жителями, и мы эту работу продолжим. Пока здесь будет работать только один сотрудник – Никита Храповицкий, молодой перспективный участковый из трудовой династии полицейских. В будущем же к Никите присоединится еще один коллега, а также сотрудник по делам несовершеннолетних. Очень хорошее место работы. Буду знакомиться с населением, постараюсь максимум приложить усилий для того, чтобы все те люди, которые приходили ко мне с проблемными вопросами, я мог бы решить. В планах у администрации Ленинского городского округа совместно с управлением Министерства внутренних дел в ближайшее время открыть участковый пункт полиции в поселке Володарского, а потом и в жилом комплексе «Зеленая аллея». 21-й год – это ЖК «Зеленая аллея», тоже интенсивно застраивающийся микрорайон, развивающийся. Там открытие участкового пункта полиции. Открывшийся сегодня участковый пункт номер 10 расположен по адресу Пригородное шоссе, дом 3. Но в связи с пандемией личного приема граждан пока нет. Обращаться к участковому можно по телефону 8-996-027-3319. Максим Козлов, Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Литературное объединение имени Шкулева отметило 65-й день рождения. Оно является одной из ведущих писательских организаций Подмосковья. Уже не одно десятилетие авторы из Видноского края становятся лауреатами премий и творческих конкурсов. О людях, посвятивших себя поэзии и прозе, расскажет Дмитрий Книга. Литературное объединение возникло как Содружество творческих людей в 1955 году. Тогда оно носило название «Московский коксохимик», а в начале 70-х годов ему было присвоено имя пролетарского поэта Филиппа Шкулева. В настоящее время литературное объединение насчитывает около 100 человек, в том числе 34 члена Союза писателей России. Поэты и писатели работают в трех отделениях. «Взрослые» – это писатели районные, где-то около 60 и старше. Это студия «Акцент», студенты 30-летние и 40-летние авторы. И, наконец, это студия «Слово». Ее посещают школьники 1-го, 11-го класса. Краевед и автор множества изданий Алексей Павлович Зименков возглавляет литературное объединение уже 40 лет. Под его началом раскрылись писательские таланты ни одного поколения земляков. Со временем творческий источник литераторов не иссякает. Только в этом году вышло несколько авторских сборников, а заместитель председателя ЛИТО Татьяна Бирюкова презентовала книгу, посвященную 65-летию объединения. «В этой книге собраны статьи мои и некоторые другие наших членов ЛИТО. Здесь говорится о первых поэтах. Это Тараканов, это Певзнер, это Насевич и Федулов, которым мы обязаны образованием тогда еще литературного содружества». В этот день в Центральной библиотеке собрались известные в нашем округе поэты и деятели культуры. Они поделились своими произведениями и стихами, которые произвели на них неизгладимое впечатление. «И сегодня мне бы хотелось, чтобы прозвучал голос Татьяны Мельниковой. Я человек, частица Божья, я все сумею одолеть. И то, что просто невозможно, боль, нищету и даже смерть. С лучами первыми вставая, тружусь, как пчелка, целый день, гоню уныние и лень. Господь со мною рядом, знаю». «Мы молились о насущном хлебе, крепетала свечечка в руке, и, казалось, ангелы на небе говорят на русском языке». В завершении мероприятия члены ЛИТО поздравили Алексея Зименкова с 40-летием творческой деятельности на посту руководителя объединения. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В этом году театральные коллективы и студии оказались в непростых условиях. Об аншлагах артисты только мечтают, однако и в самоизоляции есть чем заняться. В этом году театры открыли новый формат – онлайн-спектакли, а Центр досуга Дроздова организовал открытый конкурс самоизоляционного творчества. В октябре Центр досуга Дроздова анонсировал открытый конкурс самоизоляционного творчества вне сцены. Условия участия просты. Театральное произведение должно быть создано в период ограничений, связанных с пандемией, и иметь видео- или аудиоформат. Сегодня жюри выбирают победителя из 58 работ, присланных не только из Москвы и Московской области, но и из-за рубежа. Прежде всего, это актерское исполнение ребят, их работа с педагогом, их работа над собой. И дальше уже набираем обороты в плане выбора материала, как преподнесен материал, как снято. Вне сцены. Этим словосочетанием артисты могут охарактеризовать большую часть этого года. С марта и по сегодняшний день многие театральные коллективы и студии работать в полную силу не могут, а идей для постановок много. Театральная студия «Волшебная страна» реализовывала их онлайн. Работа у нас была по сказкам Корнея Чуковского. Мы еще раз перераскидали текст среди детей, нарезали его на кусочки, дети дома его сняли с родителями, и мы смонтировали ролик «Федорина горе». На конкурс студия представила три работы. «Письма к Богу» и «Сказки дедушки Корнея» с юными актерами, и «Дневник Анны Франк» с «Сторожилами театра». Воспитанники замечают, новый формат заметно отличается от привычного выхода на сцену, где сказанные не в той интонации слова уже не вернешь. Когда ты онлайн записываешь, то, если у тебя что-то не получается, можно хоть 50 раз сделать, чтобы было лучше. Над дневником Анны Франк старшие воспитанницы студии трудились долго. Над маленьким кусочком приходилось работать по несколько часов, однако результат стоил этих усилий. У меня почему-то было ощущение того, что у нас получится просто какая-то обычная история. А когда я пересматривала все кусочки, я даже иногда просто слушала, а не пересматривала, и у меня складывалось ощущение, что это все один человек говорит, а у нас было около семи. Основная моя тема – это были посещения другими людьми дома, в котором скрывались, то есть какие-то кражи, все, что связано, обыски. В общем, все эти куски достались мне, но это было очень интересно читать. Итоги конкурса «Вне сцены» станут известны уже на следующей неделе, 12 ноября. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok